мальчики девочки здравствуйте с вами анатолий техно шаман сегодня нахожусь в магазине динатон со своим детищем может для кого-то секрета для кого-то не секрет но с 2014 года я занимаюсь производством глюкофонов а с 2017 года мне надоело производить глюкофоны я начал производить тонк драмы внешне они конечно же не отличаются друг от друга вообще абсолютно никак секрет в звуке и инженерно-техническом подходе чтобы тазики зазвучали как музыкальные инструменты сегодня мы поговорим о данном музыкальном инструменте как его использовать с другими в тандеме с барабанами с гитарами что это вообще за штука и с чем ее едят про тонк драм отличие от глюкофона состоит в том что по звуку он более чистый у него практически полностью отсутствует вот это вот типичное глюкофонное колокольные дребезжание куча паразитных абертонов в нотах также для чего я затеял весь собственно сыр бор 2017 году именно для того чтобы на данном музыкальном инструменте можно было играть пальцами они палочками собственно чем изначально и задумывалось играть на данном музыкальном инструменте который иногда некоторые дилетанты называют потомком ханг драма давайте послушаем как же звучит наш музыкальный инструмент на примере вот этого товарища это 30 сантиметров ля минор 10 лепестков погнали и Это достаточно молодой музыкальный инструмент. Он появился в 2007 году, изобрел его Деннис Хавлена. Также в некоторых источниках можно услышать и прочитать, что в 2005 году, как дополнительные предтечи, данный музыкальный инструмент изобрел Фелли Вега, напилив изначально лепестки прорези в... Если не ошибаюсь, это был баллон из-под Фреона. Деннис Хавлена пошел дальше и напилил языки и прорези в пропановых баллонах. Именно поэтому в западных источниках данный музыкальный инструмент произносится как танк-драм. От английского танк – пропановый баллон или бензобак. В 2014 году я научился делать данные музыкальные инструменты у нас в России. Поначалу я недалеко ушел от своих западных собратьев и тоже производил музыкальные инструменты из газовых баллонов. До сих пор помню этот запах газа от своего тела, от своих рук, ног, одежды и всего-всего, когда ты разрезаешь газовый баллон, купленный у бабки в соседнем селе. Ну, прям, честно скажу, ностальгия по 2014-му. Поговорим о вот этом товарище, который находится у меня на коленях. Это инструмент моей мастерской, бренд «Уголок Техно Шамана». Чем же отличаются танк-драмы от глюкофона? Отличия состоят, во-первых, в расположении нот на лепестках. Если мы расположим самый низкий лепесток ближе к телу и так, чтобы он располагался под правой рукой, то, играя попеременно по лепесткам и перемещая руки вперед, мы сыграем гамму, которая расположена на инструменте. Сделал я так для того, чтобы было максимально просто и понятно, как играть на данном инструменте, так и для людей, которые решили освоить в своей жизни что-то новое, чтобы им было максимально просто понять, на каком же лепестке находится какая нота. И не заморачиваться на тему каких-то там расположений через лепесток или как-то еще. В общем, это и было лейтмотивом сделать именно так. Следующее отличие – это, конечно же, звук. Звук на танк-драме, в отличие от глюкофона, более чистый. Вы можете играть пальцами. Никаких палочек. Просто берем пальцы и играем. Следующее отличие – ширина инструмента. Как правило, глюкофоны, которые вы можете наблюдать на сайте или у других производителей, они более приплюснуты. Да, с одной стороны, это плюс компактности и минус к весу вашего инструмента. Но, дорогие мои, скажите, пожалуйста, вы музыкальный инструмент покупаете для того, чтобы он круто и объемно звучал, или для того, чтобы он мало весил? Переходим к следующему моменту, который может вызвать определенные вопросы в среде. Почему настраиваю свои инструменты исключительно в ля-миноре? 30-сантиметровые варианты или до мажоре 22-сантиметровые варианты? Так как у меня сейчас на коленях располагается ля-минор, про него и поговорим. Ля-минор – это гамма, состоящая из нот ля, си, до, ре, ми, фа, соль, ля. Но на данном инструменте есть еще три ноты, помимо уже озвученных. Ля, си и до. То есть это ноты, которые выше уже имеющихся на одну октаву. Играя по определенным нотам на инструменте, вы можете, как бы выбирая нужный вам цвет из палитры, рисовать свои определенные мелодии. Иначе говоря, имея 10 лепестков на тонг-драме 30-сантиметров, настроенные в ля-миноре, плюс дополнительные клавиши, ля, си, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, вы можете посредством выбора нужных вам клавиш сыграть мелодию, ну, скажем, не в ля-миноре, а в до мажоре, исключив первые две клавиши ля и си. На до мажоре это не ограничивается. Также можно сыграть на данном инструменте пентатонику до мажор, выбрав необходимые ноты. До, ре, ми, соль и ля. Собственно, с гордостью могу сказать, что данные музыкальные инструменты, которые я произвожу, не заставляют вас играть в одном строе, в том, в котором изначально сказал играть посредством производства вам я, а вы сами выбираете, какое у вас настроение сегодня. Вы можете быть грустным кельтом, подобрав кельтский минор, исключив просто из своего набора нот, ноту си. Вы можете побыть веселым, радостным человеком, который вот проснулся, и у него в жизни что-то случилось такое, что ему хорошо, классно, и вы просто подобрали пентатонику до мажор и играете, угораете во все свои фибры души. Все зависит исключительно от вас, и я вас ни в коем случае не ограничиваю. Также дополнительный бонус того, что инструменты строятся в одной тональности. Встретив человека с таким же инструментом, вы спокойно с ним сыграете мелодию уже вдвоем, втроем. Неважно, сколько будет вас, вы просто можете объединиться в компанию и играть уже полноценное музыкальное произведение. Также еще хочу отметить то, что данный музыкальный инструмент хорошо сочетается с другими музыкальными инструментами, например, с гитарой. А на гитаре нам составит аккомпанемент замечательный гитарист Максим Дорбека. Мальчишки и девчонки, вы сами все слышали. Приходите в музыкальный магазин Динатон, смотрите, слушайте, выбирайте и делайте выводы сами. С вами был Анатолий Техношаман. Пока. Анатолий Техношаман Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok